Всем привет! NHL.com.ru в традиционном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты проявили себя в матчах игрового дня. Вашингтон проигрывал Виннипегу 0-2, но смог забить три раза подряд и одержать первую в сезоне победу в овертайме. А начал камбэк Александр Овечкин. За три минуты до первого перерыва он вогнал шайбу в пустой угол после отличного пасса Гарнета Хэтауэя, изящным движением переписав очередную порцию статистических достижений. Забив 27-й гол в сезоне и набрав 55-е очко, капитан Кэпиталс вышел на единоличное первое место в лиге, оставив позади форварда Эдмонтона Леона Драйзайтля. Ада Яромира Ягра на третьем месте в истории НХЛ по числу голов Ове осталось забить всего 9 раз. В начале второго периода Дмитрий Орлов дальним броском сравнял счет и забил свой пятый гол в сезоне, а также первый с 28 ноября. Его голевая засуха прервалась на отметке в 15 игр. Еще одну шайбу Кэпиталс забросил белорусский нападающий Алексей Протос, отличившийся третий раз в НХЛ. Вашингтон позволил Виннипегу сравнять счет в конце третьего периода, но в овертайме наконец-то забил после семи подряд поражений. Голу Тома Уилсона ассистировали Евгений Кузнецов, чья результативная серия достигла пяти встреч, и Дмитрий Орлов, набравший 19 очков в чемпионате. Симеон Варламов стал второй звездой матча Айлендерс против Филадельфии, несмотря на помарку при первом голе соперника, когда шайба залетела в его ворота рикошетом от лицевого борта. В остальное время Варламов был надежен, а в серии булитов бесподобен, отразив все девять попыток соперника. Его партнеры с девятой попытки забили и помогли вратарю записать на свой счет победу. В том же девятом раунде булитов свою попытку не реализовал защитник Филадельфии Иван Проворов. Андрей Свечников сделал передачу и забил гол в матче, который закончился уверенной победой Каролины над Бостоном со счетом 7-1. В первом периоде Свечников ассистировал Еспери Катканиеме, который сделал счет 2-0 на добивании после броска россиянина. А на восьмой минуте третьего периода Свечников сам удачно подставил клюшку, реализовав большинство и забив свой тринадцатый гол в сезоне. В четырех из шести последних матчей Андрей набирал по два очка, а всего в 33 играх в его активе 30 баллов. Никита Кучеров стал второй звездой матча против Лос-Анджелеса, набрав два очка. Во втором периоде нападающий Тампы реализовал большинство и забил свой пятый гол в сезоне, отпраздновав взятие ворот жестом Андрея Аршавина. А в середине третьего периода при счете 3-3 Кучеров выиграл борьбу у борта в чужой зоне и вывел на свободное пространство забившего переломный гол Виктора Хедмана. Кучеров четвертый раз подряд набрал не менее двух очков за игру, а всего в девяти матчах в его активе 15 баллов. Передачей у Лайтнинг, в которой играли 12 нападающих и четырех защитников, отметился Михаил Сергачев. В третьем периоде он помог Матье Жозефу забить победный гол. Андрей Василевский, хоть и пропустил четыре шайбы, одержал свою 23-ю победу в сезоне. Также во вторник передача Василия под Колзина помогла Ванкуверу взять верх над Нешвиллом, а Монреаль прервал серию из шести поражений, в гостях победив Даллас. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на nkl.com.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся!